Здравствуйте, ребята! Данный урок проведу сегодня я, Безрукова Светлана Борисовна. Я учитель истории и общества знания, Хуторской общеобразовательной школы Новосердейского района. Дорогие ребята, вот и подошел к концу этот учебный год. Вы изучили курс общества знания за 6 класс, и сегодня у вас предпоследний урок, который посвящен повторению изученного за год учебного материала. Урок, обобщающего повторение по теме «Человек в социальном измерении». И мы сегодня попытаемся вспомнить, а также проверить те знания, которые вы получили в этом учебном году. Вспомним термины, определения, обобщение знания о человеке и обществе. Ребята, в этом учебном году вы продолжили путешествие в мир знаний о человеке и обществе. Давайте же вспомним, что же изучает курс общества знания. Итак, общество знания – это прежде всего комплекс научных дисциплин, которые изучают различные стороны жизни общества и человека. Действительно, общество знания – это очень интересный предмет. И это не только интересный предмет, но это еще и интегрированный предмет. То есть он включает в себя изучение многих наук, таких как социология, психология, культурология, экономика, политика, право. И все эти науки дают нам знания о различных сторонах жизни и деятельности человека. Итак, первая тема, с которой мы сегодня начнем наш урок, звучит так – человек – личность. Каждый из вас наверняка не раз задавался вопросом «Что я? Кто я?» Люди веками задавали себе вопрос «Кто мы? И какие мы?» И не могли ответить на него. Так древний поэт Сафокул писал «Многое есть чудес на свете. Человек – их всех чудесней». Давайте же вспомним с вами определение, что же такое человек. Древнейшие люди жили более двух миллионов лет назад в Восточной Африке. Приблизительно 40 тысяч лет назад человек стал таким же, как и люди нашего времени. Человек – высокоразвитое живое существо, относящийся к биологическому виду Homo sapiens, то есть человек разумный. Человек, в свою очередь, существо биосоциальное, то есть он наделен как биологическими данными, так и социальными, то есть общественными. Итак, давайте вспомним, какие черты определяют его как существо общественное, а какие – как биологическое. Человек – общественное существо, то есть черты человека определяют его как существо общественное. Это следующие черты. Он наделен прежде всего разумом, решает самые сложные проблемы, может полноценно развиваться только в обществе себе подобных. И, наконец, давайте вспомним с вами черты человека, которые определяют его как существо биологическое. Часть живоприроды – организм, живущий по биологическим законам. Ребята, вспомним еще основные понятия, связанные с человеком. Это прежде всего понятие индивид. Индивид – это представитель человеческого рода. Есть еще понятия, которые тоже связаны с понятием «человек». Индивидуальность, например, личность. Что же такое индивидуальность? Это неповторимость. Индивидуальность – это своеобразие человека, что делает его непохожим на других людей. Индивидуальные черты могут передаваться по наследству или приобретаться в процессе жизни. Индивидуальность определяет способности человека в деятельности, ее успешность. А что же мы называем личностью? Личность – еще одно определение вспоминаем. Это совокупность социально значимых качеств человека, которые приобретаются в процессе жизни и необходимы человеку для жизни в нем. Когда о человеке можно сказать, что он личность? Наверное, когда происходит понимание человека, самого себя, отделение своего «я» от других людей. Способность человека к разной деятельности – к игре, к труду, к учебе. Давайте также вспомним такое понятие, как сознание, которое также связано с понятием «человек». Сознание – отношение человека к миру, понимание того, что он делает, как живет, о чем мечтает. Сознание позволяет человеку заниматься различной деятельностью, вступать в общение с другими людьми. Сильная личность – это личность, которая, несмотря на свои недостатки, может их преодолеть. А теперь давайте выполним несколько заданий по данной теме. Итак, первое задание, которое вы видите, звучит так. Что из перечисленного относится к биологическим признакам человека? На чем основаны действия животных? Варианты на сознании, на инстинкте, на мышлении, на разуме. Я думаю, вы догадались, что здесь вариант правильной ответы будет второй. То есть действия животных, они основаны на инстинктах. Третий тест. Что из перечисленного относится к социальным признакам человека? Здесь, конечно же, вариант ответа будет четвертый, правильный. То есть к социальным признакам мы относим необходимость общения. И четвертый тест. Неповторимость, уникальность человека. Что это? Сейчас только я об этом говорила. Правильный ответ – индивидуальность. Итак, ребята, мы повторили тему, первую тему – «Человек-личность». Продолжаем повторение и переходим ко второй теме, которая называется «Человек познает мир». Давайте вспомним с вами, что же такое познание. Это познание – это процесс деятельности человека, направленный на получение знаний об окружающем мире. Есть еще одно очень важное понятие, такое как «знание». Знание – это результат познания. Существует в настоящее время, как ни странно, проблема познаваемости мира. И в зависимости от позиции по этому вопросу, люди разделились над следующей категорией. Пессимисты – это те, которые отрицают познаваемость мира. Оптимисты – это те, кто утверждают, что мир принципиально познаваем. И скептики – они утверждают, что познание возможно, выражая сомнение в достоверности полученного знания. С понятием познания очень тесно связано понятие самопознания. Что же такое самопознание? Вспоминаем, самопознание – это процесс познания человеком самого себя. Зачем человек познает себя? Возникает такой вопрос. Важной стороной самопознания является самооценка. Что такое самооценка? Вспоминаем еще одно определение. Это оценка личности самого себя, своих способностей, качеств, возможностей. Самооценка у человека может быть разной. Она может быть завышенной, она может быть заниженной, а может быть и объективной. У каждого человека есть определенные задатки, способности. Что такое задатки? Задатки – это врожденные анатомо-физиологические особенности нервной системы. Способности – еще одно определение вспоминаем. Индивидуальные качества человека, которые позволяют ему успешно заниматься определенного рода деятельностью. Существуют следующие уровни развития способностей. Вспоминаем их и запоминаем. Одаренность – это сочетание развитых способностей. Талант – это выдающиеся способности. Гениальность – высший уровень развития способностей и талантов. Итак, мы рассмотрели, исполнили, изучили понятия, связанные с темой познания мира человека. А теперь выполним некоторые задания к нему. Это суждения. То есть задания, которые наиболее часто встречаются в текстах ОГЭ по обществу познания. Итак, верны ли суждения? Слушаем внимательно. Человек может определить, каков он, сравнивая себя с другими людьми. Это первое суждение. Второе. Самопознание позволяет выявить в человеке его важнейшие особенности – сущность его «я». Здесь верный ответ третий. Верны оба суждения. И еще одно задание. Небольшой терминологический диктант, где вы должны вспомнить определения, о которых сейчас я вам тоже напомнила, и вы их изучали в течение учебного года. Первое определение. Отношение человека к миру, понимание того, что он делает, как живет, о чем мечтает, что это. Ответ – сознание. Второе. Изучение личностью собственных психических и физических особенностей. Осмысление самого себя. Оно начинается в молоденчестве и продолжается всю жизнь. Это правильно. Самопознание. И третье задание. Оценка самого себя как личности – важный регулятор поведения. Это самооценка. Итак, теперь переходим к повторению темы «Человек и его деятельность». Деятельность – это форма социальной активности, направленная на преобразование окружающей действительности. Деятельность человека – отличается, ребята, от поведения животных. Деятельность человека – она разумная. Она направлена на преобразование. То есть, что такое преобразование? Создание искусственной среды обитания. Имеет цели полагания. То есть, человек обязательно ставит цель, прежде выполняя какие-то действия. Животные в основном делают все на уровне инстинктов. Вспоминаем виды деятельности. Обратим внимание на слайд. Ученые выделяют четыре вида деятельности. Это труд. Это игра. Это учение. Это общение. А сейчас попробуйте выполнить задание. Распределите виды деятельности по основным возрастным этапам человека. Теперь выполните следующее задание. И еще одно задание. Вспомните, какие виды деятельности вы знаете. Укажите отличия человеческой деятельности от поведения животных. Следующее задание. Итак, мы повторили с вами тему «Человек и его деятельность». Теперь давайте вспомним, что же такое потребности. И какие потребности бывают у людей. Потребности – это состояние живого существа, который выражает его зависимость от того, что составляет условия его существования. Или можно коротко еще запомнить это определение. Потребность – это нужда человека в чем-либо. Давайте вспомним, какие виды потребностей мы изучали. Первое – это биологические потребности. Органические, материальные потребности в пище и одежде, жилище. Социальные потребности – вторая категория. Это потребности в общении с другими. То есть мы говорили с вами, что человек – биосоциальное, социальное существо. И поэтому ему нужно общаться с другими людьми. В общественной деятельности потребность он испытывает. В общественном признании. И третий вид потребности – это духовные потребности. Потребности в знаниях, творческой деятельности, создании прекрасного и другое. Итак, духовный мир человека уникален. Каждый человек стремится к каким-то новым познаниям. Человек – мыслящее существо. И мы с вами вспоминаем еще такое определение, как мышление. Мышление – это высшая форма познавательной деятельности человека, процесс определенного отражения действительности, процесс поисков и открытия нового. Различные события в жизни людей заставляют его выражать свои чувства. Эмоции. Чувства порождают в свою очередь мысли. А мысли будоражат чувства. И они оказывают, конечно же, влияние и очень большое влияние на поступки людей. Вспоминают такие определения. Что такое чувства? Чувства – это эмоциональный процесс человека, который отражает субъективное, оценочное отношение к реальным или абстрактным явлениям. А эмоции, о которых я сейчас только говорила, это субъективная реакция человека на воздействие внешних и внутренних раздражителей, удовлетворение или неудовлетворение его потребностей. Немножко вспомнили этот материал, а теперь давайте выполним задание по теме потребностей человека. Итак, я вам подготовила задание, где вы должны установить соответствие между видами потребностей и их конкретными примерами. Каждой позиции, данной в первом столбике, подберите соответствующую позицию из второго столбика. Давайте посмотрим с вами. Значит, в первом столбике у нас виды потребностей – биологические, социальные и духовные. А во втором столбике – примеры. Ну, я думаю, задание от сложностей у вас не вызвало. Человек на протяжении многих веков занимал вопрос, в чем наша блага, что нужно для счастливой и благополучной жизни. Мудрецы считают, если вы хотите добиться успеха, избегайте шести пороков – сонливости, лени, страха, гнева, праздности и невешительности. Факторы успеха человека могут быть разными. Это и трудолюбие, это и сильная мотивация, это и образование, это и развитие способностей, здоровье и многие другие. Подумайте, ребята, и я вас попрошу составить свою формулу жизненного успеха. Ну, я думаю, с этим заданием вы тоже легко справились. Итак, подошел к концу наш сегодняшний урок. И я надеюсь, что вы вспомнили, изучили материал и сумеете использовать те знания, которые вы имеете в нашей непростой сегодняшней жизни. Желаю вам всего хорошего. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова